Приветствую вас, я посмотрел ваш профиль, вы уже задавали свой вопрос, связанный с тем, что у вас что-то произошло, с человеком он за что-то на вас обиделся и теперь вы не общаетесь. Значит, что я вам хочу сказать? Во-первых, скажем сразу так, что мужчина, он, вот по-вашему описанию, к вам продолжает что-то чувствовать. У него есть к вам какие-то чувства, в противном случае вряд ли он стал бы вас игнорировать. То есть, если бы чувств не было, и это нужно очень хорошо понимать, если бы не было чувств, то молодой человек, скорее всего, просто-напросто с вами бы общался, он бы с вами как-то взаимодействовал, но при этом, собственно, не позволял вам с собой сближаться. Здесь ситуация договора, что мужчина явно ведет себя изоляционно по отношению к вам, то есть он явно дистанцируется от вас, он явно не позволяет вам что-то себе говорить, все это делать, когда общаться с собой, потому что ему что-то неприятно. И вот здесь есть важный момент, на мой взгляд, конечно, важный момент. Дело в том, что вы совершенно не описываете ни в первом своем сообщении, ни во втором своем сообщении, вы не описываете того, а по какой причине, как произошло, что он обиделся. На что он обиделся? Ну хорошо, вы слышали мнение окружающих. Понятно. Но простите, а кто его не слышит? Кто не слушает мнения окружающих, окажется, это не повод для того, чтобы обижаться. Да, вы говорили ему, что правильно, а что нет. Но это тоже нормальная, жизнечкая ситуация. В этом нет ничего, сколько-нибудь ненормального. Поэтому то, что мужчина поступил, то, как мужчина поступил по отношению к вам, мягко говоря, пока не очень понятно. Из-за того, что вы не предоставили достаточной информации относительно того, что у вас произошло. Условно говоря, в чем суть конфликта? Вы этого не сказали. Кроме того, что да, у вас были ссоры, кроме того, что да, у вас были равногласия. Но, кроме этого, больше вы ничего не говорите. И если вы сами знаете, в чем вы были неправы, если вы сами знаете, в чем была именно ваша ошибка, то просто найдите способ донести до него все, что вы хотите сказать. Попробуйте написать письмо, попробуйте как-то изложить свое мнение, мою точку зрения и так далее. Сделайте это. В этом нет ничего плохого и ненормального. По крайней мере, если у мужчин есть на вас обида, если у мужчин есть какой-то негатив по отношению к вам, он, этот негатив, может уйти, может быть снят, если вы сами напишите свое отношение и то, что вы осознали в мужчине. Тогда уже с его стороны будет выбор, принять ли то, что вы ему написали или не принять. Если он не примет, а любому человеку свойственно ошибаться и любой человек может поступать как-то неправильно, неверно и так далее, это нормально тоже, если он не примет ваши позиции, если он не примет ваши изменения, не примет ваши пояснения и не примет того, что вы могли ошибаться и чего-то не понимать, то значит у него есть свои собственные проблемы. В первом, отзываю вопрос, вы писали о том, что он на вас обиделся. Понимаете, обиделся человек, и вообще обещается любой человек, на то, что задевает лично его. То есть его самого задевало что-то в том, что вы говорили ему, в том, что вы делали. Его самого это задевало, и в конце концов он понял, что это причиняет ему слишком много боли. И правда в том, что это не только ваше ответственность, но и его. Не только вы виноваты в том, что произошло, но и он. И вот такое ощущение, что свою часть ответственности мужчина игнорирует. Такое ощущение, что свою часть ответственности мужчина не признает. Далее. На свой первый вопрос, который вы задали, и где выбрали лучший ответ, вы получили ответ, от эксперта сделали его лучшим, все хорошо, но судя по вашему статусу, судя по вашему бизнес-статусу, вы не проходили консультации у этого эксперта. То есть, эксперт сказал вам, что вам нужно принять решение и проанализировать свои отношения с мужчинами, в том числе и с родными. Потому что сама позиция ваша при всех прочих условиях, которые я назвал, является зависимой. То есть, вы зависимы от мужчины, вы не можете там, вы под это удобрение, еще не можете думать, о чем-то другом, надеетесь, что вам дадут шанс, при этом не понимаете, что, как бы там ни было, мужчина все равно относится к вам достаточно униевиденно. То есть, действительно, можно было бы поговорить, действительно, можно было бы как-то выразить свое мнение, свое неудовольствие, как-то завершить отношения. Но он, судя по вашему первому сообщению, ничего этого не сделал. И теперь вы мучаетесь отновиденность. И вы сами пишите, что это мучение. Так вот, мучение, это зависимость. И мне непонятно, почему вы, сделав ответ лучше, экспертом, не проконсультировали с ним и не провели с ним же работу. Потому что без работы с вами вам от того, что вы сейчас испытываете, не избавиться. Почему? Вы думаете, что вы человека любите. И это, безусловно, так. Но к любви у вас примешиваются еще два важных и, к сожалению, негативных момента. первое, это синдром неоконченного действия. То есть вы планировали семью, планировали там быть вместе. Это резко прекращается. Вы резко перестаете стремиться к тому, что вам нужно. Не можете это сделать и возникает фрустрация. Соответственно, реакцию на фрустрацию вы сейчас и испытываете. реакция на фрустрацию сейчас вами движет. Это первое. И второе. Это перенос, а точнее корреляция своих потребностей, которые есть лично у вас. То есть, вот, например, идеализация мужчины. Почему вы его идеализируете? С чем связана ваша идеализация и его? ведь у вас есть какие-то причины его идеализировать, верно? У вас есть какие-то стимулы для того, чтобы воспринимать его именно так. Идеализация плюс явно, вот на данный момент, явное отсутствие средств реализовать ваши потребности, которые вы реализовывали раньше, череп мужчину соединяются в вашем восприятии с любовью. То есть, для вас сейчас и любовь, и фрустрация, и реализация ваших потребностей личных череп молодого человека все это слилось воедино и образует то, что вы сейчас чувствуете. Соответственно, от любви, то есть, от желания сделать человека счастливым, от стремления к тому, чтобы человек, которого вы любите, был счастлив в независимости от того с вами или без вас, нужно отделить эти два момента и эти два момента с вами проработать отдельно так, чтобы они больше не влияли на ваше отношение к молодому человеку. Условно говоря, если вы свои потребности личные, которые пытаетесь рождестворить через молодого человека, будете реализовывать сами, и если фрустрацию вы испытывать не будете, у вас останется только любовь к молодому человеку, и любовь позволит вам либо его отпустить, то есть признать тот факт, что с вами он не был счастлив, либо попытаться спокойно, в независимой форме, обстоятельно донести до него все нюансы ваших отношений и попробовать их восстановить. Но только тогда, когда два личных аспекта вашего отношения к человеку будет убран только когда два этих аспекта не будут влиять на вас. А вот это самостоятельно вы не сделаете. И это именно то, что вам нужно прорабатывать психологом. Осознавайте, что движет вами, почему вы никого не пропускаете, почему вы склонны идеализировать человека, почему вы не можете жить без него, почему вы впадаете в депрессию, почему вы не можете его отпустить, что вам мешает его отпустить, какие-то сраки, сомнения, потребности, негативные модели поведения и так далее. Это одно. И второе. Изначально при посылке к тому, что вы прислушивались к чужому своей личной жизни тоже с чем-то связанным, тоже чем-то обусловленным. И вопрос заключается в том, чем до тех пор, пока это проработано не будет, ваши отношения не только эти, но и возможно будущие тоже будут под угрозой. Потому что предположим, что этого молодого человека вы забудете, предположим, что с ним вы вместе больше не будете, вступите вы в отношения с другим мужчиной, и с ним будет то же самое. С ним будет то же самое, именно в контексте того, что вы будете прислушиваться ко мнению других людей. Почему? Потому что вы сами в себе не уверены. Потому что вы в чем-то в себе сомневаетесь. И вот это сомнение в себе и не уверенность, она просматривается дальше челит ваши тексты. Что первый вопрос, что второй вопрос. И именно эту неуверенность в себе и нужно убирать. Путем проработки ваших недостатков, путем изменения отношений к ним и так далее. Об этом я думаю сейчас уже говорить подробно наверное не стоит. Потому что и так много уже было сказано. Вот. То есть понимаете работу вам предстоит. Работа вам нужна. Не просто нагреть вопрос прочитать или прослушать ответ. А именно работать с психологом. лучше познавать себя. Открывать новое в себе. Становиться более независимым. Становиться более свободным. И так далее. Дальше. Вот вы пишите. Я помню его обещание что мы всегда будем вместе. Понимаете обещание было дано тогда когда не было определенных проблем когда мужчина верил в то что вы сможете быть вместе а тут у вас начались проблемы за соответственно обещание потеряло свою актуальность. Как каково. Это нужно понимать. Далее. Вы дали ему слово что просто даст не сдать все что не позвол распасть нашему дуэту. Знаете отношения это не обязательство. Отношения это не долги. И отношения это не та сфера где нужно давать слово и что-то делать. так можно навредить и себе и молодому человеку. Вы лучше постараетесь понять что вам нужно в этих отношениях лично для себя. Вы лучше достигнете этого сами. Ставьте независимость свободной и уверенной в себе. Подкритируйте свое женское поведение. Чистую женскую модель поведения свое подкритируйте. и представьте перед молодым человеком совершенно другое. То есть что еще в некотором смысле но уже куда более развитый уже куда более самостоятельный и куда более уверенный в себе. Четко осознающийся что вы делали не так и готовы как восстановить отношения реанимировать их так и собственно говоря идти дальше. И вот это нужно до молодого человека донести что вы с одной стороны готовы за отношения бороться но только в том случае если видите что от мужчины есть какая-то обратная связь то от мужчины есть желание что-то делать в ответ потому что отношения это всегда два человека или вы готовы идти дальше оставить его позади на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и уряч